Субтитры делал DimaTorzok Соловки после приглашения. Мы даже не думали сюда возвращаться к каким-то праздникам, но Соловки произвели такое впечатление, что потом мы начали искрить и говорить, вот может быть это сделать, это сделать, это сделать. Вы знаете, я сердцем иногда чувствую то, что может быть какое-то иметь продолжение. Я думаю, что вы знаете, самое главное сказал Александр Сергеевич Пушкин один раз. Он много хороших вещей говорил, но он говорил о том, что поэт в России больше, чем поэт. И я так люблю творчество Вадима и все, что он пишет и делает, потому что он очень искренний человек, очень искренний человек. И он говорит о том, что зацепились мы за этот город чудный, замечательный, где начало строительства флота было сделано. Вообще вот эти северные корни, они все во мне есть. Вот эта вся морожка, рыба, все вот это вот наши леса, поля. Поэтому, конечно, вот все заискрилось и все запало. Это счастье. Это счастье. Ну, Архангельск вместе с вами накануне встретил Масленицу. И, судя по всему, для вас это особенный праздник. Потому что в прошлом году вместе с режиссером Гидеминосом Тарандой, вы, Вадим Борисович, вы, Виктория, в Москве представили концертную программу «Сударыня Масленица». И поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы этот карнавал, потому что Масленица – это родоначальник всех карнавалов, бразильских и всего. Это языческий праздник, раньше был, который, как начало Нового года, солнцеворот. А наша великая религия православная, да, его очень грамотно адаптировала и не разрушая никакие корневые вещи, не разрушая этого солнечного... Масленица плавно, да, так перетекает в прощенное воскресенье. И это удивительный праздник, он, по сути, когда ты просишь прощения у всех за свои грехи, за то, что ты не смог сделать, обнимаешься, целуешься и вступаешь в какой-то пост, в очищение. В этом есть какая-то, я не знаю, сказка, какая-то мистика. И великий промысел, мне кажется. И великий промысел. Я, например, жду этого праздника, чтобы сказать всем... Простите меня. Простите меня. Вы простите, если что-то не так, вы простите меня. И у меня же песня есть... Вот почему парень больше, чем парень. Приходите в мой дом, вначале называлось прощенное воскресенье, а потом вот уже так пошло, приходите в мой дом. Если что-то не так, вы простите меня. Сейчас удивительное на самом деле время, сейчас время действительно духовного прозрения, оно в России наступает. Возможно, многие считают, что, конечно же, праздник Масленицы это языческий праздник. Да нет, он уже перестал. Но и тысячи лет крещения Руси, это же тоже не проходит бесследно. А тысячи лет эти внесли столько много интересов. И есть дух, который преображает. И очень хорошо, что когда одно проникает в другое, нас, мне кажется, это только усиливает. И действительно, ведь Масленицу можно сделать большим таким прибыльным мероприятием для нашей страны. Потому что действительно карнавал, вот сегодня в Бразилии начался карнавал, это очень прибыльно. Мы сейчас делаем первый блин. Я уверен, что он не будет комом. И дальше будем посмотреть и привлекать больше и больше творческих людей. И если, дай бог, чтобы одно все так получилось, у меня есть уверенность, что на следующий год это будет более широкое, более интересное и зрелищное. И тогда будут и люди мастеровые подходить, и творчественники, и спортсмены. Это можно громадный фестиваль здесь сделать. И художники, вот то, что мы пробовали сделать в Москве, и у нас получилось. Потому что по рейтингу это вторая программа была по всей России. Можете себе представить? Первая программа получается, и она по просмотру два. В общем, вопреки всему, никто нас не поддерживал. Это был просто крик души, желание души, желание сердца рассказать о том, что есть такой праздник. У нас следующий будет в Тюмени, в Тобольске. Поэтому очень хочется. Москва живет, конечно, своей жизнью. Но я знаю, что Россия начинается именно с таких мощных окраин. А Архангельск, это удивительный, конечно, город по мощи. И вообще север матрица. Вот старки говорят, бесы севера боятся. Вот здесь уникальные люди. Потому что жить здесь очень тяжело, очень невыгодно, холодно, солнца нет, ветер там и все. Понимаете, труд тяжелый. А какие люди золотые? А счастье не зависит от того. Сколько у тебя денег в кармане? Если у тебя нет целей, идей, у тебя не будет радости. Вот поэтому очень здорово, что мэрия поддержала этот праздник, что люди откликнулись. Виктор Николаевич откликнулся. Понимаете, вот есть светская жизнь, есть какой-то гламур, шоу-бизнес. Люди так от этого устали. Это никому уже не интересно. Люди зарабатывают деньги, пусть зарабатывают. Веселят, вот это ниже плинтуса предлагают. У нас есть народ, на который мы всегда опирались. Вот этот наш народ Архангельска нас встретил. Вы действительно недавно вернулись из Крыма. Вы дали концерт в легендарном городе Герой Севастополе. Надо сказать, что это событие вызвало большой резонанс и на Украине, и в России. Как вы вообще отважились на это? Вообще случилось удивительное. Я посмотрел телевизор и говорю, Вика, посмотри, что происходит. А там уже люди говорят, что нам делать, заберите, у нас сейчас прольется кровь, мы не знаем, что делать. Ну, идет прям с экрана интервью. Конечно, когда идут фашисты и стреляют людей, убивают. Я говорю, Вика, поехали в Крым, поехали быстрее в Крым. Она говорит, ну а куда мы поедем? Я говорю, я сейчас что-то сделаю. Я сейчас набираю по журналистам, говорю, кто хоть один журналист там есть, мне дают журналисты из Комсомольской правды. Я созваниваюсь, что там, как координация, куда поехать? Он говорит, ничего нет, не разбериха. У меня есть, говорит, одна женщина, которая там зам мэра. Я дам телефон. Лариса, говорю, Лариса, я Вадим Цыганов, Севика Цыганова. Ой, если вы поддержите, это может что-то измениться, что-то у нас народ уже не знает. Вот сегодня мы собираемся, митинг, это было 25-го, 26-го мы были там. Да, 25-го, первый митинг, и там пришло очень много людей на первый митинг. И только полтретьего она мне позвонила и сказала, ну мы постараемся вас принять. Я говорю, все тогда. И мы вдвоем быстро купили билеты, там полетели туда. Приезжаем, она говорит. Опять же, поэт в России больше, чем поэт. Он сказал, ты должна ехать. Ну как это должна? Я, естественно, поеду. И мы приезжаем туда сразу. Ты пишешь мне песни, и я их должна петь. Заходим на телевидение и даем интервью, что будет вечером концерт. Приходите. Ёлки-палки. Она сопровождает на простой машине два человека, которые военные. Один из Беркута, а другой из СБУ, службы безопасности. Они были там. Они видели в Киеве, что творится здесь. Они говорят, ну, наверное, нас убьют, потому что у нас силы неравные. И говорят, ну, иначе жить мы не можем. Мы понимаем, что это Россия. Потому что, ну, другого выхода нет. Или мы будем трусами и всю жизнь, говорит, просто будем себя ощущать подонками. Говорит, мы не можем стоять, как во Львовщине, этот спецназ. Мы, говорит, другие люди. Я говорю, ну, чего тогда давайте как-то это. И выходим на площадь, а там 25 тысяч человек. Вот все, если вы увидите в интернете, и начинаем говорить, и нас снимают, и Россия один, и два. Все, 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 мы говорим. Там принесли беркутовцы флаг, который отбили у бандеровцев. Мне говорят, мы выйти не можем, потому что, ну, вот не та ситуация. Либо застрелят, и сейчас их охраняют там в этом. Ну, тогда это было буквально два дня назад. Я говорю, я знаю, что с этим флагом сделать. И они говорят, и у нас нет лозунга, что мы говорить людям. Мы не знаем, что делать. Я говорю, надо бороться с фашизмом. Первый лозунг – это борьба с фашизмом. Если они сюда придут, они вас расстреляют. Если придут нормальные люди, все будет нормально. Они говорят, да мы не хотим даже отделения. У нас в мозгах нету отделить, потому что юридически все. Мы хотим просто референдум и остановиться. Я говорю, все, делаем так. Говорим, фашизм не пройдет, а с флагом я знаю. Но мне... И все, и как сначала военные наши говорят, мы не будем вмешиваться. Они даже не хотели нас пускать, переодеваться. Сначала даже не хотели давать нам людей, моряков, чтобы они стояли в охране и хотя бы пели. Нет, ну это ансамбль Черноморского флота. Не хотели, потому что это вызовет конфронтацию. И вы знаете, потом уже, когда мы уже выходить, главнокомандующий дает разрешение. Вот это все бьется, когда пламя на сердце. И когда это пошло, и люди уже в мегафон там, давайте объединяться, давайте поехали туда, давайте туда. А потом выходит... И лозунг был один. Фашизм не пройдет. Не пройдет, да. Вот. И люди пели со мной песню «Это Крым, и по совести это Россия». И когда начинала концерт, я говорю, ребят, давайте наслаждаться великим русским языком, который вы хотят у вас забрать. А он велик не потому, что только красив и мощный. Он святой язык. Это не суржик, это не какие-то там другие, так сказать, оттенки. Он живой, настоящий. Как сказано в Библии, вначале было слово. И вот состояние мое было, при том, что я утром маме объявила в 7 утра, что я улетаю, и говорю, делай мне, погладь мне рубашку. А я одела свой костюм, который одевала еще там 15 лет назад. Это мои черные галифе, белая рубашка. Вадим Борисович ведет живой журнал, и я прочла ваши мысли после поездки в Крым, и там вы сказали, что революцию делают романтики, а пользуются ею подонки. Это не я сказал, это один из великих людей сказал. Ну, привели цитаты. Есть ли сегодня сила или, не знаю, ценность, мысль, которая может всех словам объединить? Конечно, это православная вера, это точно. Потому что лучше ничего не придумано. И ведь Достоевский сказал, русский человек без веры дрянь. Это совершенно точно. Это кодекс, вот чтобы понимали неверующие люди, что это такое. Это кодекс чести, это кодекс жизни. Не убей, не укради, почитай. Вот хотя бы три этих постулата исполнять, все будет хорошо. А дальше еще глубже есть вещи. Но если такой есть кодекс, если нужно жить по совести, если назовем это Бог или совесть, это там все написано. Нужно жить так. Совесть, это, кстати, благовесть. Это и есть те заповеди. Потому что, опять же, велик и могучийский язык. Другого выхода нет. И вы знаете, случай... Сегодня же все маски сорваны. Вы посмотрите. На самом деле, ребята, мы живем в такое время. Вы посмотрите, это события за событиями. Невозможно. Вот у нас Масленица, мы в Архангельске, в чудном городе. Городе в создании российского флота. Таких традиций, такой культуры мощной. Представляете, невозможно не реагировать на то, что оно все с нами связано. Даже маленький ребенок прилетает из Сибири, чтобы украсить этот праздник. Вы знаете, вот Олимпиада прошла. Столько медалей. Паралимпийцы, я думаю, они, конечно же, проявят мужество и силу воли проявят, как всегда проявляли. И вот действительно, крылья растут. Вот как у Михаила Архангела. Растут крылья. Никто нам их не подрежет. Никто. Потому что маски сорваны. Сегодня надо единственное, чем заниматься, ребята. Вот вы, имея талант и образование, надо просвещать людей. Надо говорить, что хорошо, что плохо. Надо обязательно заниматься просвещением. Можно спеть песню о родине плохо. И фальшиво. Можно спеть песню про березку, но вложить в это душу. Понимаете, вот эти те ценности, которые наша земля преподносит всему миру. Вот это сегодня самое важное. Пусть наших блинов поест весь мир. Мы всех накормим. От души. Но кто к нам с мечом придет? Мы же помним это высказывание святого человека Александра Невского. От меча и погибнет. Не надо к нам мечом идти. У нас есть великая молитва. С миром вас принимай. С миром. Когда приходят в дом, говорят, мир вашему дому. Мы говорим, мы с миром принимаем. Приходите. Приходите в мой дом. И если что-то не так, мы скажем в это прощенное воскресенье. Это самые, наверное, главные слова. Потому что как бы мы ни ругались, что-то не выясняли. Вот мы все время с Вадиком говорили, слава богу. Вот такую песню написал, что я всегда могу встать на колени или просто сделать поклон. И от всего сердца сказать, вы простите меня. Вы простите меня. Только от сердца. Вопрос про 1996 год, когда вышел ваш альбом и назывался «Русские песни. Кому это нужно?» Прошло уже 18 лет с того момента. Вы на этот вопрос сейчас отвечаете так же, как тогда? Или изменилось что-то в восприятии? Надо сейчас, конечно, поднимать вот это патриотическое правильное воспитание. Именно ценности, чтобы люди не потребительски относились к жизни, а именно созидали и творили. Вот у нас, говорят, у нас светское государство. Да, оно светское, но оно православное. И люди, вот если даже думать светское, они должны нести свет. Это не гламурные светские львицы, не гламурный шоу-бизнес, понимаете? Это люди, которые должны созидать, творить и отвечать за более, так сказать, слабых людей. Непросвещенных, неграмотных, помогать им становиться сильными, укреплять эту землю, культурой своей, своим образованием. Вот это самая главная задача. Потому что талантов-то у нас море. Их, слава богу, не скудеет наша земля талантами, не переводятся они. Мы видим плоды, все равно идет. Это здорово. Это потрясающе. И этого роста, и просветления наших душа не есть. Потому что, когда мы выбрали Владимира Владимировича Путина, он стоял и процитировал строчку Сергея Есенина, да? «Если крикнет раз святая, кинь ты, Русь, живи в раю». Понимаете, вот я его слезе верила. И это, наверное, усилие и желание очень многих добрых людей. Мы все равно живем верой, надеждой и любовью. И каждый человек может преображаться, если он будет действительно искренен в своих порывах. И вот порыв нашего президента, он есть. И вот эта Олимпиада, которую всех критиковали. Русский человек – это не национальность, это не по крови, это по духу, по любви к родине, к культуре, к вере, к людям. И это вот желание отдать. Можно говорить о людях по крови, которые вообще не русские. Но они всегда считают себя русскими. И считали, и мы их будем считать родные наши, близкие. Поэтому здесь невозможен фашизм, и нас невозможно победить. Это принадлежность к духу. Дух невозможно убить. Понимаете? Бог поруган не бывает. Поэтому вот этот христианский дух, дух созидания, и в то же время, может быть, мученической какой-то любви, но он как раз и творит все. И это несовместимые вещи, когда говорят русский фашизм. Это несовместимые вещи.